О тех политических решениях еще будут долго помнить и переоценивать события, но мужество наших солдат переоценке не подлежит. 27 лет прошло со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня здесь мы вспоминаем погибших. Митинг состоялся у памятника скорбящей матери. Туда пришли почтить память советских граждан, исполнявших свой служебный долг на войне за пределами Отечества. 15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. Прошло еще 9 месяцев, прежде чем последний батальон пересек границу Афгана. Сегодня мне хочется почтить память тех, кто не вернулся. Мне хочется сказать слова благодарности тем, кто рядом с нами, за то, что свои работы, каждодневные с нашим подрастающим поколением, они воочию показывают, что слова патриотизм и любовь к Родине – это не просто пустой звук, что это дело. Нам есть чем и как поклониться тем героям. Слава героям, которые воевали на территории России и за ее пределами. Слава воинам, которые погибли в Афганистане, защищая мир во всем мире. Эта война унесла жизни 15 тысяч российских солдат. Из них погибло 26 щелковцев. В память о них в городе установлены мемориальные доски. Именами погибших названы школы. Ведется работа с семьями героев, патриотическим воспитанием молодежи. В частности, большая роль отведена уроком мужества, различным патриотическим мероприятиям. Работу в этом направлении активно ведет щелковское отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Со школьниками ведется диалог, в ходе которого история передается из поколения в поколение. Я думаю, что мы будем продолжать эту традицию и приумножать те дела и те наши возможности для того, чтобы люди помнили, дети помнили, для того, чтобы это передавалось из поколения в поколение, опять же, чтобы не допустить в последующем подобных вещей. Патриотическим воспитанием занимается и щелковская организация – строкбольный клуб, 13-я сборная бригада. Его командир Алексей Навгуст уверен, молодым ребятам требуется необходимая подготовка. Мы занимаемся практическими боевыми действиями. У нас есть свой строкбольный клуб, точнее, это и есть строкбольный клуб. Обучается их правильно двигаться, ориентируется в бою, чтобы они не терялись. Анатолий Танаев о войне знает не понаслышке. Сам участник боевых действий. Прошел 17 боевых рейдов в Афганистане. В одном из них получил тяжелые ранения. Пережил смерть товарищей, похоронил лучшего друга. Сегодня занимается нравственным воспитанием молодежи. После войны мне пришлось много, конечно, почувствовать тяжести, не хватавших тех людей, с которыми я раньше служил, которые сложили головы за пределами войны. Мы не забываем своих героев, не забываем героев, которые погибли в локальных войнах. На митинге присутствовала и мать погибшего героя России Андрея Савгиренко. Это утрата, конечно, у собой, она никогда не зажила, всегда будет жить самим. Что эта война значит для разных поколений? Эти размышления и выступления артистов продолжали со сцены театрально-концертного центра «Щелковский театр». Марина Познякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».